Вы знаете, что на понедельник на штабе, при проведении штаба по предотвращению распространения коронавируса, ко мне обратились люди, и я это озвучил, для того, чтобы мы обратились, соответствующие органы, организации, а точнее сказать, наверное, все-таки санитарный врач должен ответить, если не главный санитарный врач страны, то санитарный врач наш областной ответит на вопрос. Тот, на который мне задали вопрос, и я пообещал людям, что я отвечу, в том числе медицинским работникам, о опасности употребления или курения кальянов. Я хочу сразу сказать, потому что ко мне обратились публично, на фейсбуке обратились ко мне публично, ассоциация кальянщиков, индустрии, о том, что они терпят убытки, и надо как-то спасать индустрию, разрешить это все дело, не запрещать. Поверьте мне, у меня нет желания запрещать или кому-то ставать палки в колеса. Я хочу, чтобы все работало, как нормальная, обычная жизнь. Я хочу, чтобы услышали нас, и чем продиктованы мои такие обращения, в том, что сегодня у нас более 60 человек медицинских работников заболели, выполняя свой профессиональный долг, борясь с коронавирусом. И поверьте мне, когда я смотрю на этих медицинских работников, которых дело не в деньгах, которые им сегодня компенсирует или доплачивает страна, и муниципалитеты, органы местной власти, даже не в этом, они физически не в состоянии выполнять свои обязанности. И в это время любая угроза распространения, мы должны все вместе консолидироваться по предотвращению этому. Не городская власть, это не только нас касается. Так вот сегодня я обращаюсь к представителям этой индустрии. Ни в коем случае, чтобы не рассматривали, что это какая-то борьба. Еще недавно у нас были меры, были закрыты все, парки, скверы и прочее, прочее. Пошли по мере по ослаблению карантина. Но люди задают законные вопросы. Я хочу, чтобы санитарный врач лично ответил со своей подписью и сказал, что это безопасно. Кто-то, конечно, защищает интересы индустрии, а мы с вами, члены исполнительного комитета, городской совет, городская власть, муниципальная власть, защищаем и боремся за жизнь и здоровье одесситов. Всех абсолютно. И приоритеты здесь не надо расставлять. Жизнь и здоровье одесситов, если надо будет закрывать, будем закрывать. Если на то будет заключение. И здесь, наоборот, бы нам консолидироваться и как-то вместе сработать. Вот ко мне подходит, я иду по улице, прохожу мимо, курят кальян, подходят люди в масках. И говорят, что это за профанация, что это такое? Вы понимаете, мы одеваем маски, социальная дистанция полтора метра, они курят, выдыхают этот таз и выдыхает его, естественно, вот это облако. Я не знаю, я не вирусолог. Я поэтому хочу обратиться и прошу вас, Елена Александровна, получить ответ от главного санитарного врача. Если человек сидит, курит, выдыхает, не дай бог, он инфицирован или он заболел, у него имеются это заболевания, насколько вот это облако, выпущенное им в окружающую среду или в том скрытом помещении, опасно для всех окружающих. Вот о чем идет речь, и все. Это что касается, чтобы вы поняли нас и с этой стороны, и поняли наши задачи, и нашу ответственность.